Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я сижу на скамейке в парке города Иерусалима. Кажется, я впервые записываю программу фестиваль Манны на скамейке. Прямо за моей спиной — могила семья Ирода, о котором вы читали в Новом Завете. Прямо передо мной — за легкой дымкой стена Иерусалима. Хочу поделиться с вами совершенно новым учением. Речь пойдет о духовной войне и духовном всеоружии, но с непривычной точки зрения. Это будет взгляд на битву глазами врага. Взгляд на битву глазами врага. Размышляя, с чего начать, я решил сказать о восприятии. Я называю это восприятие заблуждение. Не знаю, встречались ли вам такие тексты. На рисунке две линии. Нужно определить, какая длиннее. Одна кажется длиннее, однако они одинаковы. Или же вам показывают рисунок вазы и спрашивают, что это вазы или лицо человеком. Все зависит от восприятия человека. Зачастую мы видим совсем не то, что видит Господь. К примеру, люди видели в Моисее пастуха Заику, а Бог видел Освободителя. На Давида тоже смотрели по-разному. Помните, у Давида было семь братьев. Все они были на служении, где выбирали следующего царя. Давид в это время пасовец. Люди видели в нем пастуха, а Бог видел в нем царя. Много раз у нас случается обман восприятия, даже когда дело касается наших проблем. Сколько раз вы говорили, эту сложную ситуацию точно устроил сатана. Однако, глянитесь назад, причиной был не сатана. Есть одна старая присказка. Это не дьявол, это ты. Зачастую причиной становится ваш язык или распущенность. Порой вы видите, как люди с вредными привычками начинают болеть и зляться на Бога. Бог, как ты допустил, что меня настигла такая болезнь? На деле же болезнь стала результатом алкоголизма или какого-то другого вредного пристрастия. Ну а теперь хочу поговорить о сверхъестественных измерениях, которые я называю Божьими измерениями. Чтобы вы поняли, какое отношение имеют измерения Бога к этому учению, скажу, что измерения — это то, что можно измерить. Все измеряемые величины можно соотнести с категорией измерения. Сейчас объясню. Одно измерение — линия слева направо или сверху вниз. Это называется одномерным пространством. А если вы добавите еще одно измерение, получится квадрат. Вы можете измерить и высоту снизу вверх, и ширину слева направо. Просто следите за ходом моей мысли. Скоро я переведу все на духовные аспекты. Духовные аспекты этого послания очень впечатляют. Мы живем в трехмерном мире. Три измерения выглядят как куб. У него к ширине и высоте добавляется глубина. Его можно измерить в трех направлениях. Есть и четвертое измерение. Доктор Чо из Южной Кореи говорил, что четвертое измерение — это вера. Но в естественном мире четвертое измерение — это время. Время можно измерить с помощью Солнца, Луны и звезд. Секунды складываются в минуты, минуты в часы, часы в дни, одни в годы. Так что четвертое измерение — это время. Если говорить об измерениях Бога, то их по меньшей мере восемь. Я записал их, чтобы правильно о них рассказать. Первые три измерения — это длина, ширина и глубина. Также у Бога есть измерение звука, потому что звук можно измерить. Звук движется со скоростью 340 метров в секунду. Также есть измерение света. Библия говорит, что Бог обитает в неприступном свете. Мы знаем, что свет двигается со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Ну а далее — измерения прошлого, настоящего и будущего. Почему я назвал их измерениями? Потому что Бог действует в сфере того, что мы зовем прошлым, в сфере настоящего и сфере будущего. Бог — единственный, кто действует в этих трех измерениях. Мы еще поговорим об этом, поскольку это связано с царством сатаны. Я поделюсь откровением, которое дал мне Дух Божий. Вы услышите его в этой программе. Оставайтесь с нами и узнаете еще больше. Продолжая речь об измерениях, скажу о теории струн. Она гласит, что в космосе, в космической сфере, 11 измерений. Мы не будем рассматривать теорию струн и перечислять эти 11 измерений. Но некоторые ученые считают, действуя в 11 различных измерениях, можно даже очистить апельсин изнутри. Ну что ж, об измерениях достаточно. Поговорим о преимуществе сатаны перед людьми. У врага по сравнению с людьми есть два больших преимущества. Это измерения. Я расскажу о двух измерениях сатаны, ставших его преимуществами. Первое. Он действует на неограниченном расстоянии. Он действует в сфере неограниченных расстояний. Что я имею в виду, говоря о неограниченных расстояниях? Мы знаем, что он действует в трех сферах. Под землей, на земле и на третьем небе. А вот что говорит Писание. В книге Иова сатана предстал перед троном Бога, чтобы испытать Иова. Бог спросил сатану, где ты был? Тот ответил, я ходил по земле и обошел ее. Изучая Ветхий Завет, вы узнаете, что есть подземный мир. В этом подземном мире есть палаты, где находятся падшие ангелы, которые, согласно второму посланию Петра, второй главе, связаны узами адского мрака. Также есть пространство под названием Гадес, территория потерянных душ. Мы называем ее адом. Согласно первой главе Иова, у сатаны есть доступ в подземный мир. В послании Гефисианам 2.2 сказано еще об одном измерении сатаны. Он назван князем, господствующим в воздухе. В греческом языке есть два понятия воздуха. Первый — это воздух от поверхности Земли до вершины горы Олимп, самой высокой горы в Греции. Вершина Олимпа часто закрыта облаками, поэтому вы видите только ту часть, что спускается к Земле. Таково значение первого слова — воздух. Второе греческое слово подразумевает воздух, что идет от вершины Олимпа вверх в атмосферу. В стихе, где сказано, что сатана, князь, господствующий в воздухе, имеется в виду воздух от Земли до вершины горы Олимп. Сатана действует еще в одном измерении. Это измерение начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Об этом сказано в послании к Ефесианам, 6 главе, 12 стихе. Итак, мы знаем, что сатана действует на Земле, под землей, и также знаем, что он действует в сфере третьего неба. Что значит «в сфере третьего неба»? В 12 главе 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что рай, куда отправляются после смерти праведники, расположен на третьем небе. Есть атмосферное небо, где летают птицы и самолеты. Власть над этим небом дана человеку. Есть второе небо. О нем сказано в послании к Ефесианам, 2 главе, 2 стихе. У сатаны есть власть в этой сфере. Есть и третий уровень неба, где обитает Бог, где стоит его престол, храм Бога, рай, Новый Иерусалим и так далее. Все это расположено на третьем небе. В книге Откровения сказано, что у сатаны есть доступ в эту сферу. А в 12 главе Откровения сказано, что сатана обвиняет братьев перед Богом днем и ночью. Так что у сатаны есть доступ на третье небо, чтобы быть обвинителем братьев, тех, кто посещает церковь, верующих. Итак, это тоже три сферы, три измерения. В чем же преимущество врага? У него есть преимущество под землей, есть возможность быть на земле, возможность быть в воздухе и преимущество ограниченного доступа к третьему небу, чтобы обвинять братьев. Если бы мы стали думать, как с ним состязаться, мы бы мало к чему пришли по причине власти в нескольких измерениях. Он не вездесущий, не поймите неправильно, однако у него есть доступ к трем разным измерениям. Во-первых, мы можем не пытаться обрести власть под землей, потому что там обитают падшие ангелы и падшие духи. Но Иисус сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он говорит именно о власти. Иисус заявляет, что у него есть вся власть на небе и над тем, что на земле. В послании к филиппицам сказано, что всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится, и каждый язык исповедует, что Христос Господь. Другими словами, власть, которая дана нам в имени Иешуа, в имени Иисуса Христа, это сила против способности врага действовать в этих трех измерениях. Библия говорит, что на третьем небе, где враг действует как обвинитель братьев, у нас есть ходатай, в переводе с греческого «адвокат», который занимает нашу сторону в небесном суде. Если мы согрешим, у нас есть ходатай или адвокат перед Богом, который представляет наше дело и закрывает его силой своей собственной крови, крови Иисуса Христа. Помните, что в тех измерениях, где действует сатана под землей, на земле, на втором небе, как князь, действующий в воздухе, и на третьем небе, у нас есть власть в имени Иисуса Христа и ходатай на небесах. Хочу рассказать о втором измерении, в котором действует сатана. У него есть преимущество невидимости. Он невидим, и это его преимущество. Я расскажу, что поведал мне Дух Святой. Все те, кто ходит в поместную церковь, где когда-либо возникали какие-то проблемы, послушайте внимательно. У врага есть большое преимущество. Библия говорит, что мы должны знать о его замыслах, потому что иначе он воспользуется нами. Одно из величайших его преимуществ в том, что он невидим. Почему это важно? Я не вижу ангелов. Ангелы — это духи. Я не вижу Бога своими глазами, потому что Бог — это дух. Я не вижу демонов и сатану своими глазами. Почему я назвал это преимуществом? Когда он действует, воплощая план битвы и выстраивая стратегию, мы зачастую не понимаем, что это исходит от него. В Евангелии от Матфея сатана назван искусителем. Значит, он источник искушения. Но зачастую люди не понимают, что искушение приходит от врага. Некоторые церкви ведут такие битвы. Не буду рассказывать, где я был и что пережил. Прихожане этих церквей смотрят нашу программу, поэтому я не буду раскрывать детали. Я видел церкви, которые раскололись ровно напополам, сражаясь так, словно это сражение против плоти и крови. Они считали, что сражаются с пастором или с заблуждающимися членами церкви. На самом деле, книга Откровения называет это «глубинами сатаны». Интересно, что это слово из книги Откровения означает «глубокие воды». Мы часто говорим «смотрите, они уходят под воду». Или «это бизнес ушел под воду». Именно это означает греческое слово «глубина». Другими словами, мы не понимаем сложности царствовать мы. Приведу один пример. В Евангелии от Матфея Петр посмотрел на Иисуса и сказал, «Ты Христос, Сын Живого Бога». Несколькими стихами ниже Иисус рассказал ученикам о грядущих страданиях. Петр воскликнул, «Да не будет с тобой этого». Иисус взглянул на него и сказал, «Отойди от меня, сатана». Иисус понимал, что эти слова родились у врага, а не у Петра. Об этом я и говорю. Мы часто не понимаем, что имеем дело с тем, что исходит от сатаны, поскольку он невидим. Мы смотрим на человека, члена церкви, пастора, не осознавая, что имеем дело со стратегией сатаны. Итак, у сатаны есть преимущество. Он не вездесущий, но может находиться в разных измерениях. Однако мы можем противостать большой победой. Что касается его способности оставаться невидимым, как нам его вычислить? Как узнать то, что пришло от него, если он действует в сфере невидимого? Библия говорит, что нам не безызвестны его планы. В переводе с греческого это означает «методы, стратегии и действия». Дух Святой дан нам, чтобы мы имели возможность различать духов. В Первом Послании к Коринфянам 12 главе перечислены девять даров Духа. Один из них — это «различение духов». Люди часто говорят о даре развлечения, но этот термин не совсем правильный. Различение духов подразумевает развлечение духов людей, духов ангелов, Духа Божьего и сил сатаны, нечистых духов. То есть это способность различить, что именно исходит от врага. Бог дал нам дары Духа, чтобы мы могли противостать тому, что задумал сделать сатана. Господь хотел, чтобы я рассказал вам о большом преимуществе, которое есть у вас благодаря Духу Святому. Мне так это нравится. Это самая важная часть моего послания. Надеюсь, все это время вы внимательно меня слушали. Так вот, сатана может действовать только в двух земных сферах — в сфере прошлого и в сфере настоящего. Как враг действует в сфере прошлого? Он действует через чувство осуждения за то, чтобы когда-то совершили, или через чувство вины за какой-то ваш поступок в прошлом. Сатана бывает весьма успешен в этой сфере, хотя так быть не должно. Он успешен, потому что мы забываем о том, что может сделать через нас Бог Духом Святым. Сатана заставляет вас жить в ошибках вашего прошлого. Как он действует в настоящем? Он действует в сфере страха. Страх действует сейчас. Большинство людей не боятся того, что случилось вчера. Они боятся настоящего или боятся того, что случится в будущем. И вот где у вас есть огромное преимущество перед врагом. Послушайте очень внимательно. Вы можете разобраться со своим прошлым через кровь Господа Иисуса Христа. В восьмой главе римлянам Библия говорит. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Если в вас живет Дух Божий, вам не нужно переживать о том, что произошло в вашем прошлом. Ваше прошлое покрыто кровью Господа Иисуса Христа. Если вы верите, что вы искуплены кровью Агнца. Это касается и чувства стыда, и чувства вины. Когда враг пытается напомнить вам прошлое, напомните ему о его будущем. Можете напомнить ему о его прошлом, сказав, что он безработный херувим, которого Бог давным-давно выгнал. Если хотите поговорить о настоящем, Господь покрывает настоящее. И главное, есть только одна личность, сам Бог, Дух Святой и Иисус Христос. Только они способны проникнуть в ваше будущее и позаботиться о нем прежде, чем вы в него попадете. Многие знают, что мы любим изучать библейские пророчества. Что это такое? Это способность открывать людям то, что произойдет в будущем. Пророчество — это заголовок, написанный заранее. Как мы можем делать предсказания, основываясь на том, что говорит Слово Божие? Мы можем делать это, потому что Бог уже вступил в будущее. Когда Аврааму было 75, Бог сказал ему, «У тебя будет сын, и он положит начало великому народу». Это семя произведет множество народов. Мы знаем, что это исполнилось через народ Израиля. Духовное семя Авраама — это верующие, которые родились свыше через Христа. Это очень сильная истина, благодаря способности всемогущего Бога проникнуть в будущее и открыть нам его заранее. И вот самое потрясающее, о чем должен узнать каждый. Как Бог смотрит на ваше оружие, на вашу ситуацию, на ваши трудности во всех этих измерениях. Библия говорит так. Бог устроит ваш путь, и вы все преодолеете. Он либо введет вас в огонь и сохранит в этом огне, либо позволит оказаться в ворву со львами, как в случае с Даниилом, и сохранит вас в этом рву. Порою Бог освобождает вас прежде, чем начнется испытание. Порой в середине испытания. Или же вы пройдете испытание и выйдете из него с победой. И вот что я хочу вам сказать. Враг смотрит на нашу битву так. Он может узнать ваше прошлое и может узнать ваше настоящее. А теперь откровение. Он не в силах предопределить результат ситуации, которую он вам устроит. Я повторю, потому что это суть всего посла. Враг может что-то запланировать против вас, может создать ситуацию, чтобы воплотить этот план. Но не может определить итог. Только вы, Бог, можете определить итог вашей ситуации. У вас есть власть выбирать между правильным и неправильным, между хорошим и плохим, между темным и светлым, между злом и добром. У вас есть власть выбирать. Если у вас есть власть выбирать, это значит, что вы, Господь, можете определить итог, над которым у врага нет никакого контроля. Поэтому так важно действовать по Слову Бога, знать, что говорит Слово Божие о вас, и что говорит Бог о вашей ситуации. Вам не безызвестно замысл врага, потому что вы знаете Слово Божие и силу Слова Божьего. Хочу вдохновить вас не переживать о прошлом. Оно покрыто кровью. Не волнуйтесь о настоящем, потому что Господь с вами. Вам лишь нужно молиться, «Да будет воля твоя». Дай мне хлеб насущный на этот день. И смотреть в будущее, зная, что Господь уже там. Он уже предопределил хороший итог. Вам лишь нужно настроить себя на цель и волю Бога, веря, что хороший итог уже уготован, и Бог будет с вами рядом. Напомню, что я сижу на парковой скамье в Иерусалиме. Мне просто захотелось присесть и поделиться с вами учением. Надо мною оливковое дерево. Когда солнце начнет садиться, листья отбросят на меня тень. Я знаю, что пора завершать программу, потому что мое время на исходе. Спасибо, что были со мной сегодня. Мы готовим серию новых программ из нашего недавнего тура по Израилю. Надеюсь, что вы посмотрите все эти программы из разных точек Израиля. Также мы хотим предложить вам что-то очень особенное. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы скоро продолжим. Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писания. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был Мелхиседек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это, что я предлагаю сейчас вам сделать. Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов-комментариев к Библии в переводе короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии по Эристоуну», потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране, стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее странице. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Я еще никогда в жизни не получал столько писем с отзывами от людей, изучающих Ветхий Завет, с нашими комментариями. Некоторые целый месяц подробно изучали 128 страниц книги бытия. Если вы любите изучать Библию и познавать новое, поспешите приобрести себе этот Ветхий Завет с комментариями. Это семилетний усердный труд. Книга опубликована в США. Не упустите возможности приобрести свой экземпляр. За моей спиной карта, потому что я хочу показать вам, куда мы приедем служить 15 сентября. Там я буду в край Стэмпл Чёрч в Хантингтоне, Западной Вирджинии. Международное служение под шатром у нас в Омега-центре с 1 по 5 октября. Также мы будем в церкви Солид Рок в Бирмингеме, штат Алабама, всего одно служение, 18 октября в пятницу. А также отправимся в Хиккори, штат Южная Каролина, Хиккори Метро Конференц Центр, 25 и 26 октября. И в воскресенье 27-го мы будем в Ньютоне, Северная Каролина, церковь Крайст Лайф. Если вы хотите узнать, куда еще мы приедем послужить, а мы будем в очень многих местах, то я советую вам зайти на наш сайт и посмотреть наш график. В 2020 году нам предстоит послужить на Гавайях, штате Монтана, Южная Дакота и Невада. Мы послужим во многих новых местах. Как многие из вас знают, недавно Господь повел нас в западную часть Соединенных Штатов. Я никогда не видел такую жажду по Богу. И в Южной Калифорнии, и в Неваде, и на Аляске. Я видел истинный духовный голод по слову, проповеданному в помазании и в силе Святого Духа. Люди получают свободу и исполняются Духом Святым. Поэтому если вы живете в западной части нашей страны, я особенно хочу призывать вас участвовать в молитвенных служениях, в собраниях, где люди вопрошают Господа. Бог видит и ваш голод, и ваши молитвы, и движется по вашим молитвам. Недавно я спросил у Господа, почему ты положил мне на сердце ехать на запад страны? Возможно, вы не верите, что можно так просто задавать Богу вопросы. Но именно так происходит мое общение с Богом. Он говорит со мной на моем языке. И он ответил, потому что эти люди настойчиво возносят ко мне свои молитвы. Бог услышал их молитвы. Он позвал меня приехать туда послужить. Некоторые молились об этом 15, а то и 20 лет. Я уверен, что это ответ Господа на молитвы святых. Я благодарю всех наших партнеров за поддержку в нашем служении. Вы заслуживаете благодарности. Я хочу выразить вам свою особую благодарность. Я хотел бы рассказать о том влиянии, какое оказывает на весь мир наша онлайн-международная школа слова. Она набирает обороты по всему миру. У нас учатся 4200 студентов. На сайте есть вся информация. Продолжайте молиться о нас и верьте, что Бог и зальет на эту землю великое пробуждение последних дней. До встречи на следующей неделе.